Его работы знакомы каждому волгоградцу. Он создавал их, чтобы прославить город и его жителей. Знал, как оживить камень и вдохнуть в него жизнь. 7 августа исполнится 85 лет со дня рождения народного художника России, почетного гражданина города-героя Волгограда Виктора Фетисова. В Волгоградском областном краеведческом музее открылась выставка «История страны в лицах», посвященная творчеству мастера. Тему продолжит Светлана Ларикова. Его работы называют скульптурной летописью нашего времени. Он тонко чувствовал эпоху и настроение людей. А все потому, что сам мальчишкой пережил многое. Родился в 1937 году в Сталинграде. Здесь же, будучи ребенком, увидел все ужасы войны. Не только красноармейцы, но и все жители нашего города самоотверженно защищали Сталинград. Каждую улицу, каждый дом, образы настоящих героев своей родины в дальнейшем он и захочет увековечить для будущих поколений. Я сам собирался летчиком стать. Мы только либо моряки, либо летчики в детстве были. Но как-то ни моряк, ни... это не получился. А получился скульптурный. Я должен хоть как-то рассказать людям, что в этом, как говорится, в городе Сталинграде. Большие были люди. И он рассказывал через портреты, скульптуры и монументы. Сегодня его работы известны не только в нашей стране, но и во всем мире. Виктор Фетисов – один из тех, кто принимал участие в создании мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Его рука прикоснулась и к знаменитому дому Павлова. В работах Виктора Георгиевича, как в зеркале, отразила судьба родного города, его военная история и трудовые подвиги мирных жителей в послевоенные годы, когда Сталинград поднимался из руин. История страны в лицах – именно так называется выставка, посвященная творчеству мастера. Она открылась в Волгоградском областном краеведческом музее. Он очень любил наш город. Он и помогал его восстанавливать. И, по крайней мере, теми силами, которыми он мог. С большим пиететом относился и к истории нашего города, у него есть небольшая скульптура бронзовая. Молодой Петр Первый в Царицине она называется. Также это представлено в его альбомах. В экспозиции представлены личные вещи скульптора, альбомы с его работами, эскизы, документы и фотографии. Выставка приурочена к 85-летию со дня рождения Виктора Фетисова. Его работы, они живые. То есть они пластичные. Даже если это бронза или это гранит, но там видна пластика, они реально как будто они сейчас повернут голову, они с нами поговорят. Каждый день, проходя по улицам города, мы видим работы художника. Даже спустя десятилетия после создания, они настолько гармонично смотрятся на фоне современных городских пейзажей. Женские образы в творчестве Виктора Фетисова пронизаны особым светом, лиричностью и добротой. Вот памятник знаменитой поэтессе Маргарите Агашиной. Женственность, легкость, нежность образа подчеркивается белым мрамором, из которого и выполнена скульптура. В самом центре Волгограда, в сквере Пушкина, еще одна работа, созданная мастером. Памятник, посвященный солнцу русской поэзии. Идея создания монумента созвучна со словами поэта. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. И действительно, народная тропа сюда не зарастает. Здесь часто бывают как почитатели творчества Пушкина, так и Фетисова. И примечательно, что Виктор Георгиевич передал этот памятник городу в дар. И в этом весь Виктор Фетисов. Создавать свои произведения о людях и для людей. Выполнять главное предназначение художника. Не приукрашивать историю, а сохранять ее для благодарных потомков. Он продолжал работать и творить до последнего. И сегодня идеи скульптора живут в его работах, воспоминаниях коллег, родных, близких и почитателей его творчества. Виктор Георгиевич ушел из жизни в 2018 году. Ему было 80 лет. Светлана Ларикова, Андрей Кирсанов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова